Намаскарам, Садгуру. Я слышала, что вы говорили о том, как важно проживать жизнь на грани возможностей. Как человеку научиться жить на грани возможностей, если он прожил всю жизнь, стремясь к безопасности? Если вы когда-нибудь намереваетесь пересечь границу, вы должны находиться поближе к ней, не так ли? Если вы глубоко внутри, вы так и не сможете пересечь ее. Вот и все, что я сказал. Я сказал, будьте на грани, если хотите приступить к границу. Жизнь на грани во многих отношениях является фундаментальным аспектом, что вы не застреваете там, где вы есть. То, где вы находитесь — это реальность. Вы не можете этого отрицать. Но вы стараетесь быть на грани, чтобы, когда появится возможность, совершить прыжок. Это легко, не так ли? Да? Если вы застряли глубоко внутри, вы не сможете выпрыгнуть, даже если захотите. Так что на грани. По сути, жизнь на грани, говоря обычным языком, означала бы жизнь в опасности. Опасность — это всего лишь вопрос того, на что вы способны, а на что нет. Не так ли? Если вы захотите расширить свои способности, особенно в том, что касается внутренней природы, смогли бы вы сделать это, не находясь на грани? Нет. Вы бы застряли в болоте. Вот почему я говорю, что вы всегда должны жить на грани внутри себя. От вас не требуется рисковать своим физическим телом по пути. Дело не в этом. Чтобы жить на грани, вам не нужно пытаться проскочить перед грузовиком. Это глупый способ жить на грани. Но что касается вашей внутренней природы, живите на грани. Потому что на самом деле никакой опасности нет. Опасность — это заблаждение. Если вы упадете на улицы, вы умрете. Это опасно. Но во что бы вы не верили сейчас, скажем, вы верите в какую-то идеологию, систему убеждений или что-то в таком роде. Если вы живете на грани этой системы убеждений, постоянно пытаясь пересечь границу внутри себя, что бы ни случилось, что с вами произойдет? Скажите, ваша жизнь в опасности? Нет. Риск только в том, что все, чем вы себя считаете, может рухнуть. В этом весь смысл. Чтобы засияла реальность, ваши представления должны исчезнуть, не так ли? Вам не нужно выдумывать реальность. Если вы ее выдумываете, это уже не реальность, не так ли? Видите, это не сложно. Ничего сложного, потому что вам не нужно ничего создавать. Все и так уже есть. Вы выдумываете множество понятий. Если вы перестанете выдумывать свои концепции, если вы просто научитесь сидеть здесь тихо, все ваши концепции исчезнут, не так ли? Так что вам не нужно ничего создавать. Нужно просто прекратить создавать. Я лишь хочу сказать, просто отдохните. Вот и вся духовность. Если вы действительно отдыхаете, вы уже там, но вы не отдыхаете. Вы все время пахтите, как будто куда-то идете. Говорю вам, вы никуда не идете. Вы бежите на месте. Бег на месте может быть полезен для физического тела, потому что он дает физическую нагрузку, но внутренний бег на месте ничего не дает. Это просто пустая трата времени и жизни. Говорю вам, просто отдохните. Научитесь быть неподвижными, и все ваши проблемы уйдут.